всем привет сегодня 17 августа я тут развезла короче кучу помидор потому что вчера у меня руки так и не дошли мы только что так вкусно пообедали куриные грудки обжаренные пюрешка и вкуснейший летний салатик так вот это у меня помидоры это я только что сходила на огород нарвала сорвала все такие там красивые есть помидорчики капелька все пусть доходят здесь потому что там на огороде они не подвязаны и у меня они не подвязаны и у меня они там начинают гнить портится а здесь они нормально дойдут хорошо и мы их скушаем сорвала листья хрена сейчас порежу корень у меня в холодильнике так у меня два ведра кабачат здесь у меня укроп сейчас надо с ним разорваться тут и разобраться тут есть и коричневый такой уже сильно высохший но есть и зеленый тут укропчик так и вот такое количество у меня огурчиков я замочила уже давненько чесночок захватила и что-то надо с этим всем делать в баночке это все паковать я перемыла вот помидорчики хочу сейчас попробовать сделать квашенными хоть одну банку посмотрела вчера видосов кстати вчера на 16 было может это приехали из села я навезла кучу всего и надо бы было это еще вчера делать но у меня было такое состояние просто лежала кушала дремала опять лежала кушала дремала вот это так прошел меня весь день полная отключка ну а сегодня надо уже приступать там отключка не отключка овощи долго ждать не будут одну банку попробую сделать квашенными но сделаю по рецепту своему как я огурцы делала малосольными потому что видео посмотрела посмотрела в общем и сделала свои определенные выводы и на основании них пришла вот к тому что сделаю по рецепту малосольных огурцов баночку заквашу помидоров и сделаю одну банку по рецепту там где не нужно вообще класть никаких специй а только соль сахар уксус тоже хочу попробовать сделаем потому что говорят говорят в интернете очень много говорят и прямо надо сделать чтобы понимать правду ли говорят люди или обманывают я решила заквасить вот в такой таре думала-думала общими придумала что-то мне трех литровую банку не хочется там так немало помидор кладется мне кажется здесь поменьше будет в литровую банку вроде бы мало а вот в такой таре в самый раз вот я положила листик хрена корень хрена чесночок разрезала лаврушку укропчик перец душистый и перец черный горошком положила сейчас сверху положу помидорки сложила туго так сложила но посмотрела на дне там написано 3000 миллилитров это означает что это тут та же самая трехлитровая банка по идее да на вид кажется что меньше вошло положила сверху еще укропчик один лавровый листик корень хрена честно говоря еще хрена помню чуть-чуть хотя бы он как антибиотик идет от него меньше плесени будет образовываться так сверху кладу лист хрена еще сверху сейчас посыплю горчицей как советуют чтобы меньше образовывалась плесень немного и буду заливать потом обычной простой водой но это у меня десертная ложка ну можно сказать такую столовую ложку без горки все достаточно и сейчас заливаю водой но сейчас как раз замеряем я набрала литр воды заливать нужно водой не с крана чтобы не было хлорки у меня в данном случае обычная очищенная вода но у вас если есть с родника или со скважины то лучше заливайте ее но если уж совсем нет чистой воды то закипятите охладите и залейте так заливаю если это трехлитровая банка то обычно у меня уходит один литр или литр 200 миллилитров воды ну я так понимаю что здесь вот как раз у меня да это корыто как раз трехлитровая была бы трехлитровая банка ничего проведу эксперимент я все равно хотела закрывать в такой каком-то пластмассовом ведерки но у меня его нет у меня есть одно но она маленькая сейчас еще воды чуть-чуть примерно 200 миллилитров у меня там уже совсем точно так это желательно чтоб так накрыть чтоб там не оставалось кислородом я сейчас так попробую и сделать а положила крышку под низ так мы по столу по идее сейчас должно разлиться но ничего страшного вытрем в общем накрываю такой крышкой и забыла положить соль представляете обалдеть класс хорошо вспомнила в квашеные помидоры никакие уксусы не кладутся на трехлитровую банку я обычно кладу я буду делать и в квашеные точно так же полторы столовой ложки мне теперь придется сделать вот так вот и сейчас тогда тщательно перемешаю значит это 1 ложка ну и вот так будет полторы видите как бывает в жизни так ну и накрываю хорошо вот если оно выльется то тоже очень хорошо это будет говорить о том что там не осталось кислорода ничего не вылилось у меня не чуть-чуть выливается сейчас я вот тут приоткрою вот так да сделай об все я вместе с водичкой и весь кислород так смотрим красивенькие такие помидорки ну и теперь мне придется сделать вот так вот хорошо чтобы соль растворилась я сейчас сделаю вот так вот вот это все дело я отнесу сразу в погреб вот такая красота получилась и завтра я пойду так как я сразу в водичке свой не размешала я завтра спущусь в погреб и еще раз делаю вот так чтобы соль равномерно хорошо распределилась в этом тазике все напоминаю что я делаю это первый раз ну не считая что я делала огурцы и мариновала малосорила уже много раз очень много раз и не первый год вот точно так же я сделала помидорчики ну посмотрим что будет дальше в принципе этот рецепт это когда они уже будут готовы где-то через полтора два месяца у таких относимы в погреб и там оставляем это туши я нас смотрелась в интернете и так оно так и класят многие люди все теперь у меня будет свой личный опыт понравится буду делать не понравится расскажу вам в общем когда сделаю попробую расскажу вам так ну все поехали дальше так водичка у меня закипела я буду заливать мои помидоры значит вот это у меня трехлитровая банка помидор просто помидоры без всяких скажите мне и я скажу приправочек без хрена без укропа чеснока душистых черных перцев просто помидоры первый раз этот рецепт я пробую в следующем году уже будут точно знать когда мы их скуштуем опа так оставляем на 15 минут и вот этот три банки я сформировала обычные помидорчики обычным рецептом все все туда положила что нужно укропчик зонтики листья хрена корень хрена чесночок перец душистый горошком перец черный и теперь тоже заливаю кипяточком и тоже буду оставлять на 15 минут так так залила свои помидоры чеки жду 15 минут потом буду сливать и делать уже рассол в рассол я буду класть на трехлитровую банку полторы столовых ложки соли 4 столовых ложки сахара с горкой и по 2 столовых ложки уксуса и положу вот на вот этот все на вот это все количество положу 4 таблетки таблетки я думаю что это уже сто процентов банка ваша не взорвет поэтому буду делать так в общем по консервированию у меня сегодня экспериментальный день первый раз квашу помидоры и первый раз делаю вот эти помидоры без всяких приправ ну прям интересно конечно что получится сейчас осталось еще три минутки и буду сливать что еще вчера у меня настроение испортилось руки опустились встала думаю сейчас перестираю все загрузила машинку давай ее включать а она не включается получается табло горит программы переключаются время программ включается а нажимаю пуск она не заводится я отключила ее с розетки иногда бывает там на компе такое было иногда там роутер можно перегрузить ну думаю мало ли может со стиралкой такое сработает с розетки отключила подождала некоторое время помыла ее сзади там за ней все вымыла сделала генеральную уборку короче включать она не включается еще и стиралка у нас навернулась в общем чудеса у нас продолжаются вся техника электро летит печка нахитнулась перед этим сломался блендер потом стационарный блендер ну игорь его починил слава богу лайфхаками там с этим супер клеем в общем как-то сделал и теперь стиральная машина вообще веселуха такая короче нет повода чтобы не испортилось настроение ну что прошло 15 минут сливаю с воду я сейчас банок солью все слила водичку поставила кипятиться чтоб закипела сейчас когда она будет подкипать я буду делать рассол ой на улице часочки я хорошо так прохладненько ну в общем мало того что сил вообще нет уже август месяц вообще выносить это все огород консервация плюс еще техника горит ну короче как то не очень весело ну ничего смертельного но и мало приятного вот такие дела у меня еще короче куча поливалки мне надо было еще вчера сильно залить огурцы новые посадки полить баклажаны полить перцы полить кабачки новые полить а у меня сейчас еще на кухне стоят огурцы замоченные мне нужно по-любому их сегодня законсервировать с кабачатами я буду это делать во сколько я сегодня улягусь неизвестно но не поздно сейчас что-нибудь огурцы кабачки а остальные кабачки ничего с ними не будут оставлю на завтра так что вот так вот в общем нельзя в селе чтоб ни одного дня не было выходным все дни рабочие хоть что-то нужно делать я вчера из сопчик перебрала поэтому покрошила единственное что я вчера сделала в пакет бумажный на хранение положила а сегодня девочек попросила они мне тысячелистник порезали сейчас я тоже его в пакет и все стол вымыт в сарай там чисто стол я перенесла в летнюю кухню вот это на нем сейчас консервирую фух ну ничего прорвемся потихоньку как-нибудь прорвемся пошла она делать рассол ну что водичка потихоньку подкипает я уже буду класть у меня получается одна трехлитровая банка и две литровых три литровых получается две трехлитровых банки вот учитывая это количество я кладу если на одну банку полторы ложки соли то на две три ложки соли с небольшой горкой раз два три и сахара на одну банку 4 столовые ложки значит на две банки 8 столовых ложек один с горочкой два три четыре пять шесть пять семь восемь на каждую трехлитровую банку две столовые ложки уксуса значит на две банки 4 ложки один два три четыре четыре все и как я говорила я добавлю ацетилку вообще все добавляют на один литр одну таблетку то есть трехлитровая банка три таблетки я добавляю две то есть у меня две трехлитровых банки на каждую по две таблетки четыре таблетки я кину хватит с головой еще раз говорю что я перестраховываюсь потому что не хочу я потом нет времени сил четыре штучки нет сил времени потом возиться перезакрывать если она вздует не дай бог это надо будет открыть крышку все доводим до кипения слить вылить потом закипятить воду опять залить эти помидоры тогда уже сто процентов положить эту ацетилку чтобы они уже квашены или какие они там получаются помидоры второй раз не взорвались ну короче целый головняк поэтому я так не делаю и все и учитывая что я как бы первую воду не сливаю а из нее же делаю рассол то я не просто оно закипит и все буквально хотя бы пол минутки минутку оно чтоб у меня хорошо прокипело и то что там если где то какая то что то там грязная водичка или нет чтобы она в общем хорошо покипела вышла поэтому сейчас закипит и пол минутки минуту я еще кипячу эту водичку и потом уже варом кипятком заливаю и закатываю это старые уже кирюхины лежат там уже на семена наверное они уже наверно такие деревянные что и кирюхи не пойдут а это я отложила молоденькие но такие великоватые из общего количества ну посмотрю может там где то в банку будет не хватать еще отсюда возьму а так если что вот эти уже здоровенькие такие пойдут кирюхи на овощное какое то рагу все вот так вот покипит сейчас рассол немножко и буду заливать и и и и и и и и и кстати трехлитровая банка которую я консервирую без всяких приправ чуть-чуть будет все таки у меня с ароматом всех этих приправ так как я аж в одну кастрюлю все сливала поэтому немножко будет но это больше хорошо чем плохо но сам факт что нормально я торможу и немного и ну вот первые баночки есть Сейчас отнесу на кухню, переверну их и укутаю. Примерно на сутки, ну до завтра точно, до вечера скорее всего. У меня тут идёт огуречно-кабачковый процесс. Три банки я сформировала и смотрю, у меня осталось тут как раз кабачков ещё на одну банку. Сейчас я просто их кружочками порежу, предварительно помою. Принесла уже, помыла ещё одну банку. Даша варит такой вкусный какао, под чашечку какао, четвёртую банку. И 5 литров воды уже поставила кипятиться. И с кабачками я разделаюсь сейчас. Закипела моя водичка, буду заливать банки. Залила банки и оставляю на 20 минут. Закипела водичка у меня, что-то долго вроде закипало. Буду заливать сейчас второй раз. И оставлять ещё на 20 минут. Залила второй раз. Я, кстати, пока стояла, я успела сбегать, полить огурцы. Залила вся бочка ушла. Раз, два, так с бочки хорошо, быстрее, чем с шланги стоишь, долго поливаешь. И у меня же вот это помидоры. Я думаю, что делать. Я сказала, что 20 минут, 12-го уже пора и честь знать. Ну и в то же время что-то с ними надо сделать. И я придумала. Я их сейчас обрежу красивенько в кастрюльку и поставлю в холодильник. Так не хочется заводить сейчас эти все вот эти вот дела. Это ещё долго будет. А завтра с новыми силами. Чё, оно там без гнили обрезанное в холодильнике, наверное, постоит. И всё. И я завтра сделаю. Наверное, так сейчас и сделаю. Хочу замерить, как я на глаз ложу на трёхлитровую банку полторы столовой ложки соли. Должно получиться грамм 60. Сейчас посмотрим. Вот я ложу такой с небольшой горкой. Где-то вот так, к примеру. Одна ложка. 26, да? И полторы. Это вот так вот. Пам-бам! Получается 44 грамма. Надо грамм 60. Значит, надо ложить 2 столовые ложки, да? И получится 50-60. Нормально будет. Теперь я даже не знаю. Так. Положу, в общем, на одну трёхлитровую банку кабачков. Буду класть вот так соли по 50 грамм. Ну, я приправилась. Дашенька мне чуть-чуть помогла. И перенести, и посуду помыть. 4 баночки вот таких получилось у меня. На одна без хрена, без листьев. Но там зато корня я достаточно положила. Укропчика. Нормально всё будет. Отлично. Так что вот такая консервация у меня. Помидорчики сегодня. И кабачки с огурцами. И накрошила я, ну, почти целая 6-литровая кастрюля. Нарезала помидоров. Всё, помидоров нет. Тут ничего не гниёт, не воняет, не стоит. И завтра сделаю сок. Всё. И на этом всё нормально, на душе легче. Чуть-чуть приправилась с этим всем делом. Кабачки там ещё есть. Ну, что-нибудь завтра уже придумаю. Сегодня максимально, Лена, молодец. Всё, до завтра. Счастливенько всем. Пока-пока.